Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, телезрители, YouTube-зрители. Ну и те, в общем-то, кого интересует информация. Меня зовут Майкл Мелехов, я руководитель центра «Сангейтс». Ну и человек, который побывал в разных местах. Прожил много лет в Большинском Союзе. Проживаю 25 лет в Соединенных Штатах Америки. И бываю на Востоке, в частности в Индии, где изучаю такую науку, которая называется астрология, нумерология. И вообще, в сумме это всё ведические науки, веды от слова «знания». Когда-то эти знания были востребованы, сегодня востребованы интеллектуальной информацией, я бы так сказал. Но не знания в том виде, в котором они предлагаются к изучению в ведической литературе. Мы сегодня поговорим об астрологии и начнём говорить об очень серьёзной планете, которая называется Сатурн. Прежде чем мы перейдём непосредственно к самой планете, небольшое, так сказать, отклонение до этой темы, чтобы дать общее понимание того, как и что мы будем рассматривать. Буквально несколько передач в последнее время у нас было посвящено Сатурну. Передачи с Андреем Бухарином, с Василием Мицкевичем. Где мы беседовали об этой планете, очень и очень неоднозначная планета. Но прежде всё-таки астрология. Интересная штука. Ну, мы все знаем о том, что в школе мы изначали такой предмет, который назывался астрономия. Астрономия – это где конкретно находятся планеты, в каком участке неба, о чём идёт речь, что из себя представляют эти планеты. Астрология изучает влияние этих планет на нас, на людей, на всю живую природу. На самом деле не обязательно только на людей. И вот здесь существует достаточно противоречивая информация, которая сегодня не рассматривается, к сожалению, по одной простой причине. Поскольку все мы проживаем в соответствии с физической концепцией строения Вселенной, построения и циклов временных, мы живём в Кали-Югу. Ещё раз напомню о том, что четыре Юги, цикл делится на четыре части. Четыре Юги. Ну, как и, собственно говоря, наш круг на четыре части, четыре стороны света. Вот четыре Юги. Первая, самая, так сказать, большая, главная – Сатия-Юга. Это золотой век, который продолжается, ну, не буду сейчас точных цифр, грубо говоря, примерно миллион восемьсот, там, чем-то тысяч лет, восемьсот шестьдесят. Вторая, Третья-Юга – один миллион двести, там, чем-то тысяч лет. Третья, восемьсот, пятьдесят, восемьсот шестьдесят тысяч лет – это Третья-Юга. И последняя – Кали-Юга. Железный век – это тот век, в котором мы сегодня живём, составляет четыреста тридцать две тысячи лет, примерно пять тысяч с лишним прошли с этого. С чего началась Кали-Юга? Кали-Юга – есть признаки наступления, не обязательно она начинается в конкретное число, вот сегодня 24 февраля 2017 года, объявили – началась Кали-Юга. Не, ребят, не начал, нравится она конкретно. То есть это длительный период, переходный период. Вот как мы беседуем с астрологом, с Андреем Бухариным, мы находимся, несмотря на то, что в 2000 году мы уже перешли в эпоху эру Водолея, мы ещё находимся в эре РИБ, то есть инерция мышления, и продолжаем вот так вот мыслить. А полёт мыслей – это эпоха Водолея, технологии и так далее, что, в общем-то, мы и наблюдаем. Так вот, Кали-Юга характеризуется полным невежеством, полнейшей деградацией, это называется ignorance. По-английски это называется тамос, глубочайший тамос на санскрите. Вот здесь есть противоречия. Сейчас попытаемся разобраться. Это я, так сказать, через свой опыт, через своё познание, понимание, ну и соответственным образом я ничего не придумал, просто я занимаюсь психологией уже очень много лет, и мне интересно это наблюдать, я как-то, изучая вот разные вещи на разных территориях, я могу что-то с чем-то сравнивать, и тогда проще просто для меня. Так вот, берём астрологию. Сегодня была передача с Еленой Порецкой, и мы как раз об этом говорили, и она тоже упоминала о том, что чем сегодня мотивированы люди, когда они идут к астрологу. Раньше люди шли к астрологу для того, чтобы узнать, помимо того, что какие циклы, что будет человеком, что будет ребёнком, его предназначение, они приходили узнавать ещё другие вещи. А для чего мы пришли в этот мир? Для чего мы родились? Ведь мы же все выполняли какую-то функцию. Честно говоря, я не вижу, беседуя с астрологами, кроме восточных, имеется в виду, ведических даже астрологов, я не вижу, в общем-то, одного фактора, самого важного, с моей точки зрения. Небольшое, опять же, отклонение, как происходит изучение, обучение на Востоке и на Западе. Об этом я уже говорил очень быстро. На Западе точка, чёрточка, плюсик, крузочек, буковка, то есть от простого к сложному. На Востоке всё то же самое. На Западе только просто у человека спрашиваешь, кто ты есть? А он говорит, я бэтчелор, мастер, я дипломированный инженер, дипломированный математик, не знаю, дипломированный психолог, что-то самое интересное. По чём изучается эта психология? По тем трудам, которые изучали те же самые люди. Где вопрос у меня? Душа. Так вот, на Востоке всё то же самое, от простого к сложному. Точка, чёрточка, кружочек, буковка. Но на каждом уроке преподаватель говорит, но главное – Бук. Ребят, у нас кто-нибудь где-нибудь на занятиях, в школах говорил, но главное – Бог. Ну, не знаю, я был атеистом. Вообще-то говоря, ну, эпоха была такая, атеизма у нас, борьба с религией. Дело в том, что наука и религия всегда шли вместе. Это они потом разделились. Сейчас не будем уточнять, когда это было и почему это было, но так уж получилось. Поэтому сегодня наука занимается одним, религия занимается другим. Элементарно просто. Вот у нас, допустим, в Соединённых Штатах. Ну, мы знаем, что, наверное, многие знают о том, что по, скажем, иутейской традиции есть такое понятие, когда мальчик становится мужчиной, а девочка становится женщиной. Это называется бармитство и батмитство. Так вот, как правило, люди еврейской национальности, они вводят своих детей. Я не знаю, почему, чем мотивация. Ну, наверное, вот принадлежностью к этой национальности. Здесь в Соединённых Штатах нет такого понятия, но тем не менее. Они приводят к Рэббаю своего отпрыска, и тут начинают с ним заниматься. Ну, вы же понимаете, там нету теории Дарвина, человек произошёл от обезьяны. Ну, во-первых, от обезьяны, от таракана, я не знаю, ещё от кого-то он мог произойти с одинаковым успехом. Абсолютно то же самое. Абсолютно то же самое. Причём самое интересное, Дарвин и этого тоже не говорил. Он предположил, но поскольку та наука, которая делилась от религии, она стала своим путём. Ну, они же учёные, они же умные, правильно? Им же надо как-то объяснить, если они не объяснят. Ну, из-за чего произошёл человек? Ну, как он произошёл? Ну, как можно сказать, что это Божье создание, творение и так далее? А кто видел Бога? Никто не видел, поэтому нельзя сказать. А вот те вот, скажем, пятики, которые находили там, где-то там, вот, эволюция. Ну, и мы помним по учебникам, там, горилла там стоит какая-то на задних, там, не знаю, на четырёх ногах, потом она выпрямляется, выпрямляется, всё там, была такая челюсть, стала такая челюсть, и идёт у нас эволюция. То есть человек у нас вот эволюционировал и от обезьяны превратился в человека. Что-то почему-то эти обезьяны никак не эволюционируют, которых мы видим, они как были обезьян, так и остались обезьянами, а мы вот эволюционировали. Но дело не в этом. Дело в том, что тот ребёнок, который пришёл к рыбаю, тот его учит ведь совсем другому. Он ему учит, что человек – это Божье творение. И вот этот ребёнок приходит домой, а мамы с папами, которые учились в нормальных школах советских, где, собственно говоря, им рассказывали о том, что человек произошёл от обезьяны, по теорию Дарвина, вот тут наступает конфликт, он спрашивает, а как это так? Его же тоже так воспитывали. И никто это толком объяснить ничего не может. Так вот, возвращаясь к астрологии, меня интересует вопрос, где во всём этом находится душа? Где во всём процессе нас, как человека? А мы же рассматриваем, астрологи рассматривают нашу натальную карту, дома там, планеты, восходящие знаки. Миллион факторов. Я потом немножко проведу аналогию с нумерологией, в коей я занимаюсь, более, так сказать, тщательнее. И, ну, есть некоторые там, будем так говорить, соответствия. Во многом расхождение, ещё раз повторяю, душа в этом процессе не участвует, то есть, опять же, на Востоке. Но главное – Бог, Божье Создание. Что такое душа? Душа, она не имеет вообще ничего материального, естественно, и у неё есть одна способность, есть, как у Бога. Это любовь. Всё, безграничная, безраздельная любовь. Других вариантов нету. Это частица духовная. Это не материальная вещь. Так вот, смотрите, какая штука получается. Вот на Востоке есть три фактора, вообще-то говоря, в любой астрологии, которые влияют на нас. И мы в соответствии с этими факторами и рождаемся, и ведём себя, и у нас есть наше предназначение. И что происходит? Значит, Солнце, Луна и восходящий знак. Это есть везде. Это всё общее. Дальше. Луна, вот, как планета, как спутник Земли, что такое Луна? Что она из себя представляет? Вот вы понимаете, какая вещь? И все рассматривают, все астрологи рассматривают Луну, как Луну, падение. Короче говоря, по моей классификации, что ли, это какой-то технический термин. То есть это просто какое-то объяснение, какой-то анализ. Но дело в том, что вот как раз-таки, где находится Луна на Востоке, когда человек спрашивает, что там, где находился, то не спрашивает, когда ты родился, какова дата, где Луна находилась в том-то, и в том-то и дело, это самое главное. И вот там это всё предназначено. Почему? Помните? Честь и совесть нашей эпохи. Ну так вот, Луна, это как раз-таки самое главное, потому что если Земля, это всё материальное, то Луна это ум, нас. То есть мы, как представляя собой Землю, и внутри нас находится абсолютно, скажем так, столько же воды, столько же, скажем, как пропорций мы занимаемся на Земле, там, суша и вода, так и у нас в организме примерно то же самое. Более того, материки там, это то же самое и у нас. Сейчас не будем углубляться в анатомию, так скажем. Но вот Луна, как ум, это совсем другое понятие. Это понятие уже божественности, хотя ум – это всё-таки принадлежность материальная, но душа. Вот о чём идёт речь. То есть это очень и очень связано. Без сомнения, астрологи любые, они нужны. Знаете, как вот у Михалкова была мама? Разные нужны мамы, разные важны. Астрологи разные нужны, астрологи разные важны. То есть смотря для какой цели. То есть если нам хочется знать, когда нам надо ехать в отпуск, когда нам надо жениться или заводить детей, мы тоже можем это узнать. Мы можем узнать, когда подписывать надо документы, когда их не подписывать, когда наши благоприятные, скажем, периоды какие-то. Но, скажем так, всё-таки вот этого аспекта там нет. В ведической культуре есть. Вот смотрите, Солнце и Луна. Два из трёх самых главных аспекта. Кто такое Солнце? Вот смотрите, давайте проведём аналогию царь. Царь и государь. Вот в чём разница? Думаю, что на вскидку вряд ли кто может ответить. В чём разница? Полезть в словарь или в интернет поискать этимологию, и вот это, в чём разница, в чём сходство? Нет смысла, потому что, ну, давайте я скажу с моей точки зрения, как я это всё изучал. Смотрите, царь и государь – это одни и те же функции, но только государь там есть, если разбить на слоги, там есть го. Говинда на санскрите – это Всевышний. Господь, тоже начинается, го. То есть, о чём идёт речь? Ведический царь, он был царём, и это главное качество Солнца. Это согревать, это опекать, это светить, и это, скажем, властвовать. В хорошем смысле. Робиндраната Горг когда-то сказал, сила сильного не показать, что он сильнее слабого, а протянуть руку, чтобы поднять слабого до своего уровня. Вот это сила. Вот так там, когда-то в том единичном обществе, так цари себя вели и поступали. Но они были браманами. То есть, цари – это кшатри на самом деле. Потому что это власть, правильно? Это за собой вести людей. Но они были и браманами, они владели вопросом. Поэтому, скажем так, государь – царь – батюшка. Помните, да? Но вы можете себе представить, что сегодня, во-первых, цари – кто сегодня царит? Это президенты. Ну вот пришел к президенту к шатри, к президенту Трампу, к примеру. Пришел к новому президенту. Пришел к шатри, генерал, который владеет, который там уполномочен всей властью. И государь-батюшка Трамп. Как вы считаете? Вот себе представить такую картину, или к российскому там пришел генерал армии. Такой-то. Вот. Искал государь-батюшка. Короче говоря, это аспект, который никогда и нигде не учитывался и не учитывается, к сожалению, в западной астрологии. Поэтому, дорогие друзья, я, так сказать, долго это все объясняю, но это прелюдия, это предыстория того, к чему мы можем сейчас уже приступить. Я буду, так сказать, опять, может быть, уходить в сторону. Эта тема достаточно серьезная, противоречивая. И, возможно, будет очень много всяких и вопросов, и несогласий, но что делать? тем не менее, это информация, которую можно использовать. Еще раз повторюсь, это не разделение, это не противоречие, это не одна школа против второй школы. Можно соглашаться, можно не соглашаться. Я попытался сказать о том, что связь с нумерологией. Ну вот, смотрите, Луна – это двойка. Это те люди, которые родились 2, 20, 11 числа, 29 числа. Ну, до какой-то степени, там есть нюансы, безусловно. Единица царь – это человек, который родился 1, 10, 19 и 28 числа. Это солнечное качество. Ну, их надо гармонизировать. Человек, который родился 12 числа, у него в сумме 3, это как бы Юпитер, но солнце и Луна 1 и 2, вот это очень классная комбинация 12 числа, качество очень серьезное, их надо просто поставить на службу. Ну, полагаю так, что время уже перейти в этом части, в этом сегменте нашей программы к Сатурну. У нас не остается времени, поэтому мы это оставим на следующий раз. А сейчас, если будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Я постараюсь ответить. Или привлеку наших уважаемых и действительно серьезных людей, которые очень и очень серьезные специалисты, которых я лично очень глубоко уважаю. Всего доброго, до свидания, меня зовут Майкл Мелехов, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова